Следующий вопрос. Можно ли покупать городскому за деревенского? То есть все ранние вопросы какие были? Может ли городской продавать за деревенского? А теперь вопрос. Может ли городской купить что-либо за деревенского? Говорит Забаджима Алинахли Айрб и Альман Айбам. Целая группа ученых считает, что это также запрещено. Это мнение Мухаммада Ибнусирина, Ибрагима Анахли, Азахиритов, Бухари, Варива Амалик. Один из ребятов от имама Малика. И это мнение выбрал имам Шавкани, а также Астана Али. И вот на это привели хадис, который приходит от Анаса Ибнум Малика, у Абу Дауда, а также у Абу Аваны и Хавли. Относительно слов пророка, салаллаху алисаляма, не должен продавать хавыр, то есть присутствующий городской за деревенского, каль. Далее, сам же Анас Ибнум Малик сказал, То есть, говорит, слово торговля, слово продажа здесь является словом общим. Касается как продажи, так и торговли. Не должен за него ничего продавать и не должен за него ничего покупать. И этот, говорит, Ахар является достоверным. А также, при вереции первого мнения, привели другую аргументацию, сказав то, что слово торговля в арабском языке минал аббаб, то есть, из слов, которые несут противоположные значения. То есть, может нести значение продажи, а может нести значение, наоборот, покупки. Видишь, это слово говорит, что используется как для продажи, так и для покупки. И на это также указывает хадис, Пусть ни один из вас не продает на продажу вашего брата. То есть, отсюда понимается, что и покупать на продажу брата тоже запрещено. А также на это указывают слова Всевышнего, И оставьте продажу. То есть, не имеется в виду только продажу, но имеется в виду также покупка. Человек, который обязан посещением пятничного намаза, не имеет права продавать, так же, как не имеет права что покупать. Видишь, эти аяты, эти хадисы, включают в себя как продажу, так и покупку. Вместе с тем, что слово используется как для бая. Такое же слово, как пришло в нашем хадисе относительно продажи городского за деревенского. И второе мнение в этом вопросе, это мнение многих из ученых, которые разрешили покупать за деревенского. То есть, разрешили городскому покупать что-либо в городе за деревенского. Сказали, потому что хадис, в него пришел запрет продавать. А также, потому что смысл, почему запрещена торговля за деревенского, не присутствует в чок, не присутствует в покупке. И это мазаб хамбалитов, а также имама Малик в одном из рядах от него, и этого мнения высказал также, или это мнение высказал также Аль-Хасан Аль-Басри, а также хамбалит. Но первое мнение, говорит, является более близким к истине, из-за той аргументации, которую они привели. И несмотря на то, что Шейх Абнус Амин является хамбалитом, он противоречил своему мазабу в этом вопросе, и выбрал мнение о том, что покупать за деревенского также является неразрешенным. Но, следующее в прошлом.